В марте 2017 года у осужденного Михаила Телевяка, отбывавшего наказанием ВК-15 города Могилёва, около 24.00 в туалете случился инфаркт. Его вытащили из туалета и положили на коридоре, на пол. Так он пролежал до 6 часов утра, пока не умер. Есть случаи, когда осужденный совершает суицид после отказа медицинской помощи. Так осужденный К-13 города Глубокая, Юркевич, тратал геморрой, испытывал сильные боли, не мог работать, просил операцию. Но его никто не слушал. Наказание у него было 2,5 года. От сильнейшей боли он выпрыгнул с третьего этажа барака и погиб. Медицинская помощь не оказывается не только осужденным, но также и их родственникам, которые приезжают на длительные свидания. Так и летом, в 2017 году ВК-15 города Могилёва, во время длительного свидания почувствовала себя плохо жена осужденного. В просьбах позвать врача и вызвать скорую помощь мужу было отказано. Женщина умерла на глазах у мужа. Только после этого сотрудники колонии вызвали скорую помощь, чтобы увезти труп. Колонии в Беларуси давно уже не являются исправителями, а носят карательный характер. Унижение, избиение осужденных доводит их до суицида. Поэтому страхование жизни осужденного изменило бы отношение к осужденному, послужило бы сохранением жизни и здоровья. Также важен вопрос. Оплата труда осужденного. Доходы того, что зарплата осужденного в месяц составляет от 0,02 копеек до 0,20 копеек. И за год примерно сумма рубль 18 копеек. Все жалобы осужденных родственников на нарушение их прав в МВД или ДИН рассматриваются в пользу администрации мест лишения свободы. Такую же позицию занимает и Генеральная прокуратура, которая формально проводит проверки по жалобам осужденных и их родственников. И никогда не находит нарушения законодательства со стороны администрации. А так называемых жалобщиков ждут надуманные взыскания, затем ШИЗО, где могут применены пытки. Может изменить ситуацию. Руководители с правительными учреждениями станут гражданские люди. Не находящиеся в подчинении системы МВД, которые предназначены для изогречения и поимки преспубликов, а не для их исправления. Мы, родственники осужденных, подготовили петицию, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Конечной целью которой является передача полномочия в Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь в Министерство юстиции Республики Беларусь. Мы призываем других родственников осужденных поддержать нас, а также граждан безразличных данных проблем. Также призываем сотрудников МВД, прокуратуры, судов, других чиновников присоединиться к нам. Живя в нашей стране ни у кого нет гарантии, что завтра не окажешься по другую сторону забора. Продолжение следует...